всем привет всем здравствуйте меня зовут елена это канал посвященный вязанию сегодняшнее видео будет посвящено нашей с вами совместной работе мы продолжим вязать кардиган с погоном но прежде я хотела бы поблагодарить всех 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 тех зрителей кто откликнулся кто так тепло принял это предложение связать совместно подобную модель целом большое вам спасибо за ваше внимание за ваш интерес за ваши добрые реакции добрые слова и конечно же мне хотелось бы ответить на те вопросы которые несколько раз были оставлены под видео соответственно это говорит о том что зрители наблюдательны зрители анализируют информацию это очень приятно всегда приятно иметь дело с людьми умными но это как минимум и с людьми кто действительно хочет вникнуть в суть дела суть вопроса какие вопросы поступали популярный вопрос посвящен спицам почему я неоднократно в разных своих видео говорю о том что использую спицы разного размера на всех своих проектах да конечно удобно когда набор спиц у вас и он позволяет меня так сказать крепить к одной леске разный размер спиц это вот конкретно это спицы из набора basic click basic от ади но я думаю что все вы конечно же знакомы есть другие варианты у чагу например да когда вы прикручиваете леску к спице то есть вариантов масса как можно присоединить как можно так сказать вот в одну леску посадить спицы разного размера на самом деле секрета здесь никаких нет конечно все очень просто это старый давнишний старинный не боюсь того слова способ которым еще наши мамы и бабушки пользовались например в советском союзе когда не популярно было вязать изделия на леске использовались обычные прямые спицы так вот я прекрасно помню в своем детстве я обращал внимание на то что моя мама уже тогда вязала ровными прямыми металлическими спицами такие длинные спицы по 30 сантиметров и они были разные одна спица на пол размера больше на 0,5 миллиметра больше с чем это связано да вот тот самый вопрос дело в том что когда мы вяжем лицевой ряд например спицей большего размера а изнаночный ряд спицей на пол размера меньше таким образом мы с вами достигаем регулировки плотности вот наверное так странно звучит да мы регулируем плотность вязания в принципе вот даже сейчас видно на этом полотне оно конечно это черновой вариант это все понятно но даже сейчас видно насколько плотненько петли пристроены друг дружке плотность вязания если уж совсем простым человеческим языком говорит что такое плотность вязания то вот мы возьмем с вами один квадратный сантиметр полотна да и что мы увидим у нас в квадратном сантиметре полотна находится несколько петель вот их положение по отношению друг другу как по горизонтали так и по вертикали да то есть насколько плотненько они соприкасаются вот так и вот так это и есть плотность если мы говорим ну совсем простым языком точно также это можно отследить и по изнаночной стороне вот с помощью того что у нас разница спицах присутствует лицевой лицевые петли у нас чуть чуть больше чуть чуть больше это просто но это совершенно незаметно глазу разумеется то в изнаночном ряду наоборот мы их как бы немножечко уменьшаем да то есть мы их присобираем благодаря этому смотрите у нас на изнанке нет рядности что такое рядность да тоже логичный вопрос который может у новичков возникнуть это когда на изнаночной стороне между изнаночными рядами бывают такие прожилки вот слава богу здесь их не спасибо как раз за это спицам разного размера прожилки которые идет 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 изнаночный ряд потом вот такое вот небольшое расстояние обнаруживается потом снова как будто бы соприкасается и дальше продолжается смыкаются ряды вот это вот как раз и есть показатель того что плотность очень неравномерная в полотне также когда у меня был замечательный опыт это был 17 год у меня был замечательный опыт сотрудничества с производством трикотажным я об этом писала в на своем канале другом я работала с диссенатором общалась задавала вопросы все те которые меня интересовали и тогда я впервые в жизни увидела как вообще устроено как работает промышленное вязальное оборудование я так думаю что домашние вязальные машины они конечно самый главный принцип они соблюдают вязание да то есть самый главный принцип устройства вязальной машины я думаю что и в домашних тоже соблюден так вот то же самое лицевые петли на вязальных машинах они буквально на какую-то там долю миллиметра они крупнее чем изнаночные ряды вот мне об этом рассказал диссенатор так что это не мое открытие это не мои выводы это я опираюсь не на собственный опыт это так сказать общеизвестный факт вот надеюсь что я ответил на этот вопрос если вы еще никогда не помню не пробовали то я вам рекомендую попробовать возможно вам это понравится возможно у вас сразу же буквально с первого раза отрегулируется плотность и вы это заметите на полотне то есть какой вывод полотно смотрится ровнее петельки у нас получаются не интроверты да когда у нас такая вот плотность слабенькая и петли как бы стоят вот одна по отношению к другой на вот таком это растянутом расстоянии да то есть если мы говорим про горизонталь вот они у нас стоят плотненько но в меру плотно именно вот та плотность которая не позволяет петлям душить друг друга да то есть когда они после стирки распушатся чтобы не получилось что они забьют абсолютно все 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 промежутки и в результате полотно будет таким знаете плотным как бушлат нам тоже этого не нужно надеюсь что я ответила на этот вопрос так что рекомендую вам применять такой способ если он вам интересен второй вопрос который прозвучал тоже был очень интересным мне он действительно понравился мне приятно что зрители такие вопросы задают что они вникают мне мне безумно это приятно правда про росток да действительно вы можете встретить в каких-то моделях например в моделях вязания погона да и реглана в принципе тоже обычного где не вывязывается росток я считаю это мое мнение я считаю что конкретно этот случай обусловлен конкретно той моделью вот задумка дизайнера все по-другому я никак это объяснить не могу потому что опираясь на элементарно знания по анатомию человеческую то логично что росток требуется всегда он напрашивается если и причем независимо от того какой вырез у вас спереди круглый квадратный треугольный ломаный какой-то там ромбовидный да вообще без разницы росток нужен всегда только по одной простой причине что а я вам сейчас покажу на матильде собственно наглядно мы с вами сейчас рассмотрим матильда сегодня снова поработает вешалкой вот смотрите человеческая шея да посадка шеи таким образом устроена что спереди она находится глубже то есть вот эти вот косточки которые у нас выпирают вот да это и есть основание шеи вот а сзади если мы посмотрим на шею то мы четко увидим разницу вот где на основании шеи вот видите прям четко наклон идет сзади шея спереди четко наклон вот этот наклон это и есть понимание ростка в том случае если вот здесь вот как я и говорила имеется холмик у многих женщин это здесь случается то это тоже нужно брать в расчет вот это вот разница между посадкой шеи спереди сзади это и есть тот самый росток если его не вывязывать и полотно сзади у нас будет такой же длины как и спереди то плечевой шов неважно вяжете в отдельное изделие либо вы вяжете его по кругу неважно вот то место которое проходит по центру шва она неизменно будет убегать назад и соответственно спинка будет оттягивать изделие назад а вот здесь вот у вас ворот будет подходить впритык шеи если вы обратите внимание на изделия покупные фабричные которые по лекалам созданы а лекала создаются технологами по гостам а госты разработаны исходя из анатомии человека да ну то есть это совсем совсем простым языком вы говоря мы выстраиваем логическую цепочку так вот если вы возьмете изделие покупное например из своего гардероба трикотажное либо сшитое неважно разложите его на горизонтальной поверхности на столе на полу вы убедитесь что задняя часть спинка всегда выше передней всегда шов проходит не по центру рукава шов всегда проходит не по центру плеча шов всегда немножечко вот таким вот образом наклонен потому что плечи у нас нет наклон вот для чего вывязывается росток для правильной посадки изделия для комфортного ношения затем дальнейшего исследования этого изделия и также также еще были вопросы относительно того сколько пряжи требуется на изделие на такой-то размер сколько петель нужно набрать на горловину а как сделать расчеты так далее так далее скажу так дорогие мои вязальщицы ну конечно же вы все знаете что независимо от размера у нас у всех с вами будут разные данные разные из на исходные данные разные цифры почему так как казалось бы один и тот же размер 48 48 до 2 женщины но одной шея имеет в обхвате больше сантиметров у другая потоньше у одной руки потолще вот в обхвате например после плеча сразу вниз а у другой потоньше у одной талии тоньше у другой толще хотя они обе по по общим параметрам они находятся обе в сорок восьмом размере но вот эти казалось бы разные различия незначительные да они в итоге дают нам разные цифры когда мы вяжем и когда мы пытаемся изделие ну посадить правильно посадить на нашу фигуру потому что если вы не хотим этим заниматься не хотим делать правильную посадку тогда проще вязать просто квадратики прямоугольники вот оверсайз и пожалуйста вся семья может носить сняла супруга отдел супруг снял супруг одела дочка дочка сняла дел сын все квадратик подойдет всем но мы же с вами говорим про эксклюзивность эксклюзивная одежда это когда ни у кого не остается сомнений что эта одежда создана для вас под вашу фигуру она индивидуально она сделана на заказ вот в этом понимаете вот в этом самое глобальное самое огромное преимущество создание одежды ручным способом ну неважно может быть даже и машинные способы прибегают но в любом случае когда одежда создается специально индивидуально под вас недаром ателье существовали во все времена и дай бог будут существовать недаром одежда созданная специально под вас эксклюзивно это всегда считается самым престижным и самым ну самым самым интересным пожалуй вот поэтому поэтому количество петель изначально для того чтобы набрать вот для горловины рассчитываем самостоятельно исходя из плотности вязания исходя из того какие циферки вам покажет образец да там сколько у вас петель в одном сантиметре сколько петель вы отведете для себя самостоятельно на на погон я например изначально когда вязала образцы вот сюда на погон отводила 14 петель и вы знаете казалось бы вот сейчас у меня здесь 12 я отводила 14 казалось бы всего 2 петли вот ну вот буквально раздвинулся этот погон на 2 петли а вы знаете заметно вот на плече уже заметно уже широковато и уже кажется что плечо такое массивное такое вот грубовато сделала меньше уже не то уже чувствую что мне самой некомфортно как-то вот нелогично смотрится поэтому вот эти вот все вещи вы к ним должны прийти самостоятельно просто примеряйте бежите образцы примеряйте посмотрите в зеркало внимательно задайте сами себе вопрос нравится вам то что вы видите в отражении или что-то смущает вот кроме вас самих никто вам лучше не посоветует поверьте потому что если даже вам что-то кто-то навяжет знакомый дочка сестра мама неважно кто угодно кто-то вам скажет ой тебе хорошо тебе подходит оставлять так а сами вы внутри сомневаетесь вот поверьте потом это вам не даст покоя потом вы будете носить а удовольствие не будете получать от этого так что я настаиваю на том чтобы все-таки самостоятельная работа была проделана вами чтобы вы не слепо брали и повторяли след за мной потому что действительно разница в обхвате шеи у нас может быть незначительная буквально сантиметр а в результате изделие у вас не сядет я показываю принцип вязания ну что надеюсь что на эти вопросы я ответил достаточно много уже я вам тут наговорила давайте же все-таки приступим к работе я думаю что вы уже связали погонщик пришли к той точке когда наступил черед вывязывания самого рукава давайте приступим находимся мы с вами в лицевом ряду и давайте вспомним ту схему которую разбирали в прошлом видео то же самое мы будем делать мы сейчас с вами будем вязать переднюю полочку которую нас уже видите как наросла до начинали там и вообще здесь одна петелька было возле кромки по моему помните и уже как она у нас наросла замечательно затем мы будем вязать погон в погоне мы будем делать прибавление для того чтобы расширять его и выводить на сам рукав да то есть чтобы у нас из погона вырос рукав мы что будем делать прибавление прибавление где вспоминаем внутри погона здесь и здесь то есть вот кромка у нас как как маркеры служат если мы до этого с вами делали прибавление вот здесь по внешней стороне погона то теперь будем работать внутри и внимание прибавление будем делать только в лицевых рядах изнаночные ряды у нас остаются неизменными и наступая ну и спинка естественно вяжется без изменений мы здесь уже больше ничего не наращиваем уже связали с вами росток помним да и наступает тоже интересный момент мы с вами сейчас начнем вывязывать горловину то есть мы начнем наши полочки передние которые пока что пряменькие видите они у нас не сходятся они просто связаны вниз вертикально вниз вот видите да то есть прям четко видно что полочка передняя имеет вот такую вот форму теперь мы с вами начнем вывязывать их сужение полочек постараемся их так сказать свести в одну точку как мы это будем делать я предлагаю делать прибавление вот здесь вот с этой стороны погона но это не ну как сказать это не правило это просто ну я так придумала такая такое решение дизайнерская такое решение в дизайне вы можете делать эту прибавку где угодно кто-то скажет но как же так как же так как же где угодно давайте вспомним с вами правила которые в начальной школе изучали от переменными слагаемых сумма не меняется поэтому неважно где мы поставим эту прибавку вот здесь вот здесь вот здесь например отступим несколько петель до кромки поставим прибавку неважно мы введем новую петлю в полотно и количество петель увеличится а за счет того что она увеличивается полотно у нас будет наращиваться и в результате полочки сойдутся я буду делать прибавление вот здесь буду делать прибавление и провязывать их затем дальнейшем изнаночными петлями для того чтобы у меня получилось ну разница фактур чтобы не выглядел потом кардиган таким вот знаете скучным проще говоря скучным чтобы было любопытно вот лицевые петельки потом у меня будут изнаночные петельки рукав будет связан изнаночными петлями ну чтобы хоть какое-то разнообразие было вы вольны делать как угодно вы можете провязывать их например жемчужной вязкой будет тоже очень красиво рельефно объемно в том случае если вы будете вязать из этой пряжи потому что шотландский твит это пряжа шотландский твит от троицкой фабрики она очень здорово очень классно держит фактуру рисунка это уже проверено неоднократно если вы вяжете из другого твида например из бобинного но здесь я вам никаких гарантий конечно дать не могу потому что понятия не имею как поведет себя именно ваша пряжа тут уже смотрите опять же обращайте внимание на ваши образцы ну что все 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 умолкаю слишком много вас замучила уже давайте приступим к работе первую петельку мы снимаем провязываем петли полочки вот да вот я приблизилась к погону и вот здесь вот я буду делать прибавление точно таким же способом как мы делали с вами в первой части когда наращивали наш погон точно таким же способом вот поддеваем протяжку предыдущего ряда и провязываем ее с наклоном вправо перекрещенным образом то есть она смотрит нас от погона в сторону вот эти вот прибавления я буду делать через лицевой ряд то есть сейчас я провяжу вот это прибавление в изнаночном ряду естественно они у нас неизменны ничего происходить не будет в следующем лицевом ряду тоже ничего происходить не будет я просто его провяжу а вот потом будет изнаночный ряд и вот уже в следующем уже получается это будет третий лицевой ряд вот в третьем лицевом ряду я буду тоже делать прибавление для чего я так буду поступать для того чтобы у меня вырез был глубокий мне так захотелось если вас такой вариант не устраивает и вы хотели бы нарастить поскорее полотно до чтобы вырез был не глубокий и вам требуется большее количество петель на обхват груди то тогда конечно да вы вольны прибавлять например в каждом втором лицевом ряду не как я буду поступать в каждом третьем лицевом ряду в каждом втором то есть это уже на ваш выбор сами определяйтесь на данном этапе у вас может возникнуть справедливый вопрос а сколько же петь нужно прибавлять для того чтобы не просто полочки сошлись соединились в одной точке а для того чтобы собственно говоря по размерчику то было полотно чтобы не получилось так что вы связали вот они встретились подружки а вот здесь вот на груди вам узковато некомфортно как быть сколько прибавок делать ну что у меня есть два варианта ответа на этот вопрос так сказать один вариант для ленивых вязальщиц таких как я которые терпеть не могут математику а второй вариант для тех кто наоборот склонен к строгим расчетам к строгим алгоритмам конструкциям и четкому следованию этих пунктов вариант номер один если вам не важно где в какой точке у вас этот вырез грубо говоря завершится когда у вас полотна сойдутся вот мне например абсолютно неважно потому что сейчас я видите тут на булавочку скрепила но в целом так как у меня нет пуговиц и и я захочу буду носить с поясом захочу буду носить вот так вот на распашку в целом мне абсолютно без разницы где в какой точке у меня будет этот завершён новообразный вырез да хоть здесь хоть на уровне пупка без разницы поэтому я просто прибавляла 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 и примеряла вот когда я поняла что все у меня вот уже ширина полочки достаточно и и все дальше уже получается нахлёст уже я связала на ширину груди и дальше получается нахлёст все я прекратила прибавление и стала вязать просто вниз по прямой вот ну вот примитивно до невозможности но меня устраивает если вас такой вариант совсем категорически не устраивает вот вам тогда другой совет если например вы хотите четко понимать что у вас вырез должен вот например завершится вот здесь вот вы не хотите его делать более глубоким до или вот здесь или здесь неважно вот вы для себя эту точку определили тогда вам необходимо будет сделать все-таки четкие замеры возьмите сантиметровую ленту и сделайте замер ширины груди как это как это происходит от подмышечной впадины через самую-самую выступающую точку на груди вы проводите сантиметровую ленту до следующей подмышки то есть вот вы замеряете от подмышки до подмышки ширину груди затем логично что эту циферку вы делите на 2 теперь вы знаете сколько сантиметров у вас должно уйти на одну полочку берете свой образец смотрите сколько у вас петель в одном сантиметре например у вас ну не знаю 4 петли да здесь у меня две петли на один сантиметр например у вас также как у меня две петли значит вы вот эти две петли умножаете на количество сантиметров на одну половину полочки на одну полочку простите на одну половину вообще передней части умножили получили то количество петель которые вам здесь необходимо на самой 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 выступающей точки груди она у нас служит ориентиром потому что вниз дальше уже идет по прямой хотите свяжите больше будет у вас нахлёст но точно не меньше иначе в груди будет узковато все вы уже знаете количество петель которые у вас должно быть здесь но вопрос остается все открытым сколько же прибавок делать чтобы дойти до этих самых нужного количества петель очень просто берете и считаете буквально по петелькам считаете сколько у вас петель сейчас на данном вот прямом смысле да вот прям на образце вот прямом смысле вот прям на вязание показываю берете и прям по петлям считаете сколько у вас петель сейчас уже связано до начала первой прибавки до того момента как мы с вами начнем наращивать полочку зафиксировали эту циферку теперь ту циферку которую мы с вами уже определили до ширина полочки от нее отнимаем вот это количество петель все вот эта разница это есть то количество петель которое нам нужно что прибавить теперь их просто нужно разбить раскидать на количество рядов через сколько рядов вам прибавлять тоже просто поворачивайте наизнанку свой образец и смотрите сколько у вас из на сколько у вас рядов приходится на один сантиметр на один сантиметр полотна и затем точно таким же способом вы просто определяете сколько сантиметров вам нужно прибавить и все очень все просто очень все несложно как я уже говорила алгоритм у всех получится разный потому что он зависит от вашего исходного размера надеюсь что это понятно я сделала первое прибавление для будущей полочки для красивого выреза теперь вяжем с вами наш погончик 2 лицевые это кромка погона и вот здесь мы делаем тоже прибавление наращиваем уже будущий рукав так как мы с этой стороны делали вспоминаем да мы делали все прибавки которые смотрят в обратную сторону то справедливо что и с этой стороны вот от кромки от этих двух лицевых петель от кромки погона справедливо что и здесь мы будем делать прибавки которые смотрят в сторону от кромки то есть как бы вовнутрь самого погона будет красиво смотреться потом в дальнейшем вы убедитесь в этом и так делаем прибавку с наклоном влево напоминаю мы ее проделываем с помощью правой спицы то есть мы поддеваем протяжку предыдущего ряда с помощью правой спицы а когда будем делать наклон в правую сторону то наоборот здесь будет у нас выступать главной роли левая спица сейчас мы с вами это проделаем ну что вяжем петельки самого погона ну точнее всем у погон связали правильно будет говорить что мы вяжем петли будущего рукава связали приблизились к кромке и делаем прибавку прибавку которая смотрит от кромки во внутрь рукава то есть прибавка с наклоном вправо левой спицей вот так вот подхватываем протяжку предыдущего ряда у нас получается открытая такая некрасивая широкая петля ничего страшного мы еще с перекрещенным образом провяжем лицевой лицевой и спрячем и ничего не видно будет отлично молодцы завершаем рукавчик и и теперь вяжем спинку никаких изменений здесь не происходит просто лицевыми петлями приближаемся ко второму рукаву вот кромка нашего будущего рукава провязываем 2 петельки и делаем прибавление которое смотрит во внутреннюю сторону прибавка влево подхватываем правой спицей чудесно сделали прибавление провязываем петли внутренней части рукава сейчас мы его с вами будем наращивать это будет достаточно долгий процесс приготовьтесь ну а что поделать высота проймы у всех у нас разная поэтому вы вам все-таки рекомендую регулярно примерять вот прям накидывать на плечи и примерять насколько вы уже глубоко продвинулись и насколько вас устраивает длина проймы так приблизились к окончанию рукава вот кромочка значит мы здесь делаем тоже прибавку но зеркальную она смотрит уже в правую сторону так завершаем рукав и не забываем вот петли нашей передней полочки мы ее уже с вами наращиваем все мы уже с вами и и так сказать приближаем к встрече с ее подружкой и другой полочкой поэтому здесь тоже делаем прибавку прибавку которая смотрит от рукава значит прибавка в левую сторону сделали прибавку дальше вяжем goal-очку лицевыми петлями как я и говорила все прибавления на полочке буду потом в дальнейшем провязывать изнаночными петлями потом этот участок с изнаночными петлями будет наращиваться наращиваться будет такой довольно любопытно будет смотреться увидите и в результате пройма будет четко обрамлена с обеих сторон с одной стороны будет рукав который будет выполнен изнаночными петлями но кромочка лицевыми а со стороны планки передней планки тоже будет четко видно прям вот эта линия проймы прямой будет подчеркнута с помощью изнаночных петель кстати к последнюю кромочную петлю в лицевом ряду я провязываю тоже лицевой в изнаночном ряду когда я буду вязать ряд последнюю кромочную я провяжу изнаночной а в лицевом ряду провязываю лицевой ну что наступил черед изнаночного ряда здесь никаких изменений вот просто как по рисунку вы видите петли вот так же вы их и провязываете давайте встретимся с вами после того как и вы и я это сделаем нюанс вот в изнаночном ряду видите я приблизилась сейчас сейчас повернула на лицевую сторону приблизилась к кромке вот кромка будущего рукава и вот эта петелька с помощью прибавки которую мы с вами создали да вот сейчас я провязываю изнаночный ряд и петельку эту я провяжу не изнаночной а провяжу лицевой для того чтобы на лицевой стороне на лицевой стороне все эти прибавки выглядели как изнаночные да то есть вот обратите внимание прибавку вот эту которую сделали в предыдущем ряду я провязываю лицевой далее все все по рисунку потому как петли расположены так их и вяжем завершили изнаночный ряд и сейчас приступаем к вязанию а второго лицевого ряда что касается полочки то здесь происходить ничего не будет я не буду делать прибавления сделаю прибавку лишь в следующем лицевом ряду да то есть через лицевой ряд но что касается рукава то здесь однозначно идут прибавления в каждом лицевом ряду да вот здесь вот и вот здесь вы ставим прибавления ну разумеется также с этой стороны вот у меня уже появилась первая изнаночная петелька вот она со стороны полочки сразу после рукава затем это начнет наращиваться наращиваться и вот то что о чем я вам говорила да вот эти вот изнаночные петли красиво подчеркнут прямую линию проймы ну что приступаем я приблизилась будущему рукаву провязала все петли полочки крайнюю петельку провязываю изнаночной петлей и дальше рукавчик две кромочные петли это красивое обрамление рукава делаем прибавку вот она у нас прибавка из протяжки вы можете делать вот таким образом если вам это нравится перекрещенным образом бога ради исключительно ваш творческая фантазия как вам позволяют так и поступайте даже ваше изделие ваше творение и так делаем прибавку прибавили далее все петли у нас изнаночные так вот окончание рукава 2 кромочные петли рукава делаем снова прибавку уже с наклоном вправо так две кромочные петли завершили вязание рукава и точно таким же образом вывязываем второй рукавчик завершается вязание завершается лицевой ряд далее изнаночные вяжется вообще без изменений все петельки которые на нас смотрят как изнаночные мы провязываем изнаночными все петельки которые на нас смотрят как лицевые мы провязываем как лицевые по рисунку вообще этот этап очень легкий легкотня обратите внимание вот в изнаночном ряду насколько у нас аккуратненько выстраиваются петли вот посмотрите даже при бабочки да то есть они аккуратненько аккуратненько наращиваться и не побоюсь этого слова в принципе изделие получается двухсторонним в принципе можно будет его при желании вносить на обе стороны ну что продолжаем изнаночный ряд завершается изнаночный ряд сейчас нам предстоит лицевой ряд уже третий по счету в котором будет вторая очередная прибавка 2 по счету для полочек передних полочек ориентироваться очень легко вот мы сделали первом ряду в лицевом первую прибавку вот она одна изнаночная во втором лицевом ряду мы ничего не прибавляли соответственно она у нас вот она 2 вот видите то есть одна изнаночная сейчас у нас появится соседка мы ее поставим точно таким же образом вот возле кромки будущего рукава соответственно будет уже не одна изнаночная а 2 тоже очень легко ориентироваться можно даже и маркерами не пользоваться первую петельку снимаем вяжем лицевыми так мы с вами приблизились к рукаву провязываем одну петельку изнаночной и вот здесь вот делаем прибавку которая отвернулась от рукава значит она смотрит в правую сторону поддеваем ее левой спицы правой спицы провязываем скрещенным образом все мы с вами сделали прибавку начинаем вязать рукав 2 петельки прибавка с наклоном влево так петли изнаночные внутренней части рукава так вот у нас здесь завершается рукав остались две петельки здесь мы точно также делаем прибавление завершаем рукав и дальше вяжем все петли спинки здесь все очень просто приблизились ко второму рукаву и проделываем те же самые действия у нас все повторяется абсолютно провязали кромку рукава делаем прибавку которая смотрит вовнутрь начнула с наклоном влево далее сам рукавчик провязываем изнаночными петлями здесь перед окончанием рукава мы точно также делаем прибавление уже с наклоном вправо во внутреннюю сторону две петли которые завершают наш рукав и вот здесь вот сразу после этих двух петель рукава мы делаем что правильно делаем прибавку которая тоже отвернулась от рукава в другую сторону вот делаем прибавку с наклоном влево так провязали соседняя петелька изнаночная напоминаю если у вас твит на котором не очень хорошо различается фактура полотна но как мы уже с вами в первом предыдущем видео говорили это увы частое явление да то есть нужно где изнаночные где лицевые это конечно зависит от выбранной вами пряжи если вы вяжете например очень пушистой пряжей то тоже тогда может быть такая проблема мне вот признаюсь вам честно очень нравится пряжа вот из которой я вижу это троицкая фабрика шотландский твит стопроцентная шерсть мне очень нравится эта пряжа это не заказанная реклама поверьте это действительно очень очень мое позитивное отношение к этой пряже клиенты которые приобретали у меня шарфы я в основном мужские шарфы из него вязала и я и девочки мои вот в ателье все клиенты очень довольны мужчины говорят что носится это замечательно комфортно очень тепло во первых действительно комфортно и отлично дерпируется вокруг шеи то есть можно носить как впритык к телу под верхнюю одежду также и поверх пальто ну и также мне очень нравится что здесь природные красивые расцветки очень благородны вот какую не возьми расцветку у этого шотландского твида они все красивые захвалила ну что сделали мы с вами прибавление второе вот здесь вот на полочке теперь мы вяжем изнаночный ряд никаких изменений как петельки стоят так их и провязываем я думаю что мне это не нужно вам показывать конечно же вы все с этим справитесь самостоятельно вяжем изнаночный ряд ну вот завершается этот простой несложный изнаночный ряд предстоит лицевой тоже несложный никаких изменений на полочках происходить не будет прибавлять мы здесь ничего пока не будем у нас лицевые петельки виде прибавок есть вот они видны да и прибавки будут теперь только в в рукаве но посмотрите даже уже сейчас видно как наш с вами рукавчик развернулся обратите внимание вот прям четко видно да вот здесь вот сейчас мне пришла мысль в голову интересно возможно вам этот вариант тоже понравится смотрите у нас с этой стороны рукав красиво обрамляет изнаночные петли которые мы наращиваем до наращивая полочку а с спинки со стороны спинки петельки погона точнее петельки рукава простите они уже сливаются с петлями спинки принципе для того чтобы красиво подчеркнуть вот это обрамление рукава принципе здесь тоже можно вот после двух петель вот этих вот двух последних петелек рукава кромочки рукава вот здесь вот петельку тоже можно пустить изнаночной и вязать ее неизменно изнаночной вот сейчас я так и сделаю я не буду ничего распускать связанные ни в коем случае и вам тоже не советую я сейчас покажу что я сделаю очень просто я просто спущу петли и перенаберу их изнаночной мне вот понравилась такой вариант и я думаю что это будет интересно смотреться и на спинке у нас тоже рукавчик будет красиво очерчен 1 единственная изнаночная а даст красивый результат вот увидите ну что вяжем лицевой ряд напомню здесь в этом лицевом ряду мы не делаем прибавление на полочке потому что мы сделали прибавление в предыдущем лицевом ряду это у нас четвертый лицевой ряд а мы делаем прибавление на полочке в первом лицевом ряду в третьем в пятом в седьмом а в четных лицевых рядах мы не делаем прибавление можете поставить себе маркер а можете записывать на листочки лицевые ряды и через лицевой ряд ставить галочку что вот здесь вот в этом ряду делаем прибавление может вам так будет удобней не все же люди способны запоминать информацию держать ее в уме тем более если вы будете вязать это долго с перерывами на какое-то время на несколько дней тогда действительно вам лучше вести учет и записи ну что вот они эти 2 изнаночные петельки у нас заканчивается передняя полочка начинается рукавчик 2 красивые петельки кромки далее прибавка прибавка смотрит у нас налево так чудесно прибавили вяжем рукав как раз совместное вязание тема интересно что можно в процессе привнести некие изменения и мы с вами вместе так сказать в онлайн режиме видоизменяем модель так кромка последние две петельки рукава делаем прибавку даже несмотря на то что у нас сами внутренние петли рукава изнаночные прибавку я делаю все равно лицевой скрещенной потом в изнаночном ряду я просто эту петельку провяжу ну как подобает я провяжу в изнаночном ряду лицевой петлей соответственно на лицевой стороне она будет выглядеть как изнаночная так вот то о чем я вам говорила завершили рукав две петельки рукава и чтобы не сливалась со спинкой я вот эту петлю сейчас просто спущу прям целиком ничего страшного до самого самого начала вот сюда ничего страшного не перед не переживайте мы сейчас ее вернем обратно но она у нас будет видоизменена вот видите да протяжка она напоминает изнаночную петлю это был момент прибавки а после этого я балда ивановна забыла провязывать изнаночными стал правят провязывать лицевыми сейчас хорошо вовремя опомнилось смотрите что я делаю я эту петельку протягиваю не спереди образовавшихся вот этих вот протяжек да вот цепляется нить к сожалению а поочередно я буду ее поднимать но провязывая изнаночной вот то есть смотрите вот у меня следующая протяжка которая по ряду идет да она соединяет петли следующего ряда вот я эту свою петлю завожу за протяжку видите вот я ее завела за протяжку туда на изнанку и провязываю подняла изнаночная петля вторая изнаночная петля появилась видите разницу были лицевые появляется изнаночная так далее неприятное действие согласна но только не надо нервничать пожалуйста никто не нервничайте и не расстраивайтесь это все всего лишь процесс рабочий так подтянула опять главное вот эти вот протяжки которые я вот когда спускала петлю да у меня образовывались протяжки между петлями главное их не перепутайте то есть не нужно захватывать вот протяжку из более верхнего ряда потому что на изнанке это будет видно будет вот такое вот перекрещивание и будет тянуть ряды не надо аккуратненько последовательно заводим за следующую протяжку из следующего ряда и вот так вот и и провязываем поднимаем ее наверх эту петельку так следующее действие так вот следующее действие вот видите да я эту протяжку накинула вот сюда на лицевую сторону петелька у нас оказалась сзади и точно также и и вот подтягиваем и слава богу набрались практически до последнего ряда и точно также повторяем действие все мы молодцы так получилось конечно растянута не очень красиво нарушена плотность вот то о чем я с вами говорила в самом начале видео да что такое плотности как ее регулировать вот благодаря вот этому действию я нарушила плотность ну что поделать не надо быть балду ивановны и вот и все так провязываем петельку изнаночной и в дальнейшем на всем процессе вывязывания высоты проймы я вот с этой стороны спинки буду петельки крайние после рукава провязывать изнаночными петлями все дальше вяжем спинку до следующего рукава там мы с вами проделаем точно такое же действие ну вы можете его проделывать можете нет это по вашему желанию приближаемся ко второму рукаву и прежде чем его мы начнем завязывать проделаю точно такую же манипуляцию вот они эти две петельки кромки рукава да и вот петелька которую я хотела бы спустить вниз для того чтобы переделать ее в изнаночную захотелось чтобы и со спинки сознан и со спинки и с лицевой стороны рукав был четко очерчен изнаночными петлями подчеркнут иными словами так ну что вот я спустила петли вот они все протяжки рядов и что я делаю петельку завожу за протяжку вот протяжка получается перед петлей вот смотрите да вот перед петлей подхватываю вниз ныряю как бы да и провязываю отлично получилось изнаночная петля то же самое беру протяжку перекидываю ее на петлю вот петля сзади и провязываю вот вот эта протяжка вот я под нее ныряю захватываю ее и под нее ныряю протягиваю вот получилось 2 изнаночная петля так поднимаемся выше на ряд выше так перекинули петля у нас на спицы ныряем под протяжку вот она это протяжка да так сейчас ныряем под протяжку и получается следующая изнаночная петля нам предстоит еще три раза проделать манипуляцию 1 2 3 главное очередность протяжек вот этих не перепутать между собой иначе как я сказала изнанка будет у вас бракованная так вот она это протяжка я ее захватываю снизу и получила следующую изнаночную петлю отлично еще два раза такое же действие так и все вот практически последний раз отлично все были лицевые стали изнаночные ну корявенький конечно что делать надо просто вовремя обдумать этот момент так вот я не провязываю как это смотрится со стороны изнаночной давайте посмотрим если вы изначально я здесь вязала изнаночными петлями конечно это было бы более аккуратно да не было бы таких вот красивых некрасивых растянутых дыр были бы аккуратненькие изнаночные петли так вяжем далее рукавчик 2 петельки кромки рукава прибавка прибавка у нас идет в каждом лицевом ряду без исключений прибавка далее изнаночные петли рукава остаются две крайние петельки рукава мы делаем тоже прибавку которая смотрит во внутреннюю сторону к центру рукава так завершаем рукав и здесь у нас просто две изнаночные петли прибавление мы здесь лицом ряду напомню не делаем ну и завершаем ряд просто лицевыми петлями изнаночный ряд будет провязываться тоже без изменений как петелька на вас смотрит таким образом ее и провязывайте не забываем что прибавки которые мы сделали вот здесь вот внутри рукава мы их провязать вот они у нас должны выглядеть на лицевой стороне как изнаночные значит на изнаночной стороне мы их провязываем как лицевые вот с изнаночной стороны как у вас должно это выглядеть прям четко видно вот лицевые петли начинают нарастать 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 вот аккуратненько аккуратненько в изнаночном ряду прибавки на рукаве провязываем лицевыми молодцы петли если не забываем что-то завершили изнаночный ряд приступаем к вязанию лицевого ряда в котором будут происходить прибавление со стороны полочки у нас была одна изнаночная потом у нас появилось 2 изнаночные сейчас мы будем делать снова прибавку у нас впоследствии получится уже три изнаночные петли таким образом мы уже на целых три петли нарастили ширину передней полочки ну а дальнейшие действия все те же самые точно так же мы делаем прибавление на рукаве а вот эту вот петельку после рукава уже на спинке провязываем изнаночной вот как это смотрится со стороны изнаночной вот прям четко видно как у нас вырисовывается рукав ну что давайте провяжем этот рельцевой ряд вместе и я думаю что на сегодня мы с вами будем прощаться поскольку дальнейшие ваши действия будут повторять вот этот алгоритм да то есть мы через два ряда делаем прибавление конкретно я не мы а конкретно я возможно у вас свой ритм прибавлений делаем прибавление со стороны полочки в каждом лицевом ряду мы делаем прибавление на рукаве дальше мы с вами встретимся уже тогда когда и я и вы нарастите длину проймы до той точки которую вы для себя определите рекомендую вам конечно же регулярно примерять то что вы уже успели связать если у вас например как и у меня короткая леска да так в таком случае вам необходимо перенести ваше вязание на более длинную леску неважно какого размера она просто поставьте заглушки на спицы чтобы не соскочила вязание и благополучно примеряйте достигли ли вы той точки глубины проймы или нет возможно вам нравится когда пройма удлиненная возможно вы планируете под этот кардиган под это изделие носить какие-то другие вещи там рубашки блузы и тогда естественно вам потребуется большая свобода облегания а кто-то предполагает носить например если вы вяжете из хлопка до изделия кто-то предполагает носить сразу на голое тело какая-нибудь там тоненькая маечка или белье естественно будут но в любом случае не требуется такая глубокая пройма то есть все по вашей задумке и так приблизились мы к рукаву вот наши две петли изнаночные это заканчивается наша полочка делаем прибавку с наклоном вправо так и вяжем в руках прибавка уже с наклоном влево далее все петли изнаночные в рукаве ничего не меняется только лишь по бокам нарастают петли так приблизились к окончанию рукава вот эти две кромочные лицевые они у нас как ориентир служит как маячок да то есть перед ними мы делаем прибавку отлично две лицевые изнаночная на спинке тоже как ориентир ну а дальше все петли лицевые на том следующем рукаве вы проделываете точно такие же манипуляции я думаю вы справитесь уже и без меня ну что благодарю вас за внимание благодарю вас за интерес и конечно же прощаемся ненадолго желаю вам успехов в вязании пока